Добрый день, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Напишите, пожалуйста, откуда вы, как меня слышно, все ли хорошо со связью. Пока скажу, что с нами из Якутии Сергей Яковлевич, Жигулевск тоже с нами, Чебаркульский район, ДНР, Мордовия, Самара, Горловка, Алтайский край, Нововоронеж, Хакасия, Свердловская область, всем хорошо видно и слышно, как я понимаю, это тоже очень хорошо. Так, хорошо, сегодня мы с вами, вот, Ямало-Минецкий автономный округ, Ульяновск, Крым, Омск, Борисоглебск. То есть у нас такой сегодня очень большой разброс слушателей по географическому принципу, это хорошо. Итак, давайте с вами поговорим об обучении гиперактивных детей в возрасте 4-6 лет. Бам, Ускут еще с нами, с Самарской областью. И скажите, пожалуйста, кого вы считаете гиперактивными детьми? Вот, какие качества им присущи, на ваш взгляд? Хакасия тоже с нами. Вот, какие, так, не сидят на месте, не усидчивы, не поседы, очень подвижные, так, много говорят. Да, они бывают еще и любознательными, любознательными при всем этом. Слишком много дел в одно мгновение, очень точное определение, педагогическое, Наталья Николаевна написала. Очень шумные, быстро теряют интерес, я бы даже сказал, молниеносно, нетерпеливые, частая смена действий, в котором очень быстро вам надоедает один и тот же вид деятельности. Я бы сказал, очень-очень быстро, потому что вообще, особенно если брать начальную школу или старшую, то им один вид деятельности тоже очень быстро надоедает в среднем. Не умеющий долго сосредоточиться на одном виде деятельности. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, какие признаки у гиперактивных детей выделяют психологи, и после этого перейдем ближе уже к нашим педагогическим. Итак, признаками гиперактивности выделяют дефициты активного внимания, в которые входят непоследовательность, неспособность долго удерживать внимание, не может сосредоточиться, ему это сложно, не внимательным деталям, то есть если задание присутствует много нюансов, он, скорее всего, их пропустит. При выполнении задания допускает большое количество ошибок в результате небрежности, то есть то, что мы называем, делает все тяп-ляп, а плохо слушает, когда к нему обращаются, вследствие чего это происходит, расскажу чуть попозже. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его, поскольку переключается на другой вид деятельности или какие-то свои дела. Испытывает трудности в организации своей работы, избегает заданий, требующих долгих умственных усилий, поскольку не видит конечного результата, легко отвлекается, часто сменяет деятельность, часто бывает забывчив, легко теряет вещи. Это еще далеко не все. Итак, двигательная расторможенность, постоянный ерзый, проявляет признаки беспокойства, барабанит пальцами, двигается в кресле, теребит пальцами волосы, одежду и так далее, качается на стуле, часто совершает резкие движения, очень говорлив и обладает чаще всего быстрой речью. Импульсивность и повышенная нервная возбудимость. Что туда входит? Начинает отвечать, не дослушав вопрос, то есть ему уже кажется, что он понял вопрос и уже может на него ответить. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. Не может дождаться вознаграждения, если между действиями и вознаграждением есть пауза. При выполнении заданий ведет себя по-разному, он показывает очень разные результаты. На некоторых занятиях ребенок спокоен, на других нет. Но в одних уроках он успешен, на других нет. Все это присуще гиперактивным детям. Но давайте обратимся к очень важному моменту, что диагноз гиперактивности или синдром гиперактивности дефицита внимания, СДВГ, может поставить только врач-нервопатолог. На основе специальной диагностики и только после заключения других специалистов. Поэтому мы их будем называть непоседами. И это вам очень настоятельно советую, поскольку родители сейчас все умные и очень не любят, когда медицинские термины применяют педагоги. Да, собственно говоря, нам это не нужно. Поскольку очень часто мы можем перепутать гиперактивного ребенка просто с чрезмерной активностью или с темпераментностью холерика, поскольку холерикам часто присущат многие из этих перечисленных признаков. Поэтому будем их сегодня далее называть непоседами, такими чрезмерно активными детьми. Итак, как же нам с вами общаться с непоседами? Какую стратегию стоит выработать? Я думаю, что если у вас есть какие-то еще дополнительные советы от того, что я уже назову, с удовольствием прочитаю. Итак, очень важно поддерживать эмоциональную нейтральную атмосферу. То есть вы должны быть спокойны, как удав из известного мультика. Реагировать на действия ребенка, хвалить, поощрять, останавливать надо только по возможности сразу. То есть через какое-то время, если вы упустили момент, он уже забудет, за что вы его хвалите или останавливаете, или за что вы его ругаете. Помните, если ребенок не выполняет ваших просьб и команд, возможно, он просто не включился в данный момент в работу. То есть у него идет фаза отдыха, мы поговорим про эти фазы, и он просто, соответственно, вас не слышит. Лучше сажать таких детей рядом с собой для того, чтобы они приносили меньшее беспокойство остальным ребятам. Итак, какие задания для отдыха непосед можно использовать? Те задания, в которых они могут поработать самостоятельно и отвлечься от деятельности всей группы. Например, в серии книг «Развивашка», например, в книге «Игрушки» можно найти такие задания, где нужно соединить точки, раскрасить картинку, догадаться о том, что скрывается под знаком вопроса. То есть выполнить такое творческое задание. Или раскрасить вторую половинку картинки, где нужно следовать заданию, соответственно, смотреть, как на левой части картинки разрисован медведь, и этим воспользоваться. Такими заданиями, например, всех женщин, кстати, с прошедшим 8 марта, поздравляю от всей души, желаю, чтобы ваши близкие вас всегда только радовали. Вот, и на следующий 8 марта, ближе к празднику, можно использовать книгу к празднику 8 марта и дать им такое задание, где нужно дорисовать по клеткам и раскрасить картинку, да, чтобы хотя бы на 3-5 минут их внимание было завлечено деятельностью, и после этого они спокойно включатся уже в основную работу. Так, а какие задания для работы с непоседами стоит использовать? Вот тут вам очень интересные игры коллеги предлагали, я думаю, что и у вас есть в вашем багаже такие интересные игры для работы с непоседливыми детьми. Некоторые из них я как направление назову сейчас. Итак, повышенная активность используется как естественная основа для обучения. Еще используется то, что они очень хорошо запоминают любую информацию, то есть если они запомнили, то это надежно. Поэтому, как способы реализации, можно использовать игры с движениями различными, о некоторых из них мы сегодня с вами поговорим. Можно использовать задания на развитие мелкой моторики, пальчиковые куклы, все что угодно в этом направлении. Рифмовки, причем рифмовки с имитационными движениями, либо стихи, песни с имитационными движениями. То есть, когда вы в процессе делаете какие-то движения или действия, которые помогают поймать какой-то ритм или показывают то, что происходит по тексту. Физкультные нутки, конечно же, с ними хорошо идут, подвижные игры и игры с поручениями и так далее. Очень важно помнить, что ритм хороший помощник при обучении посет, то есть он их дисциплинирует и помогает запомнить полученную информацию. Итак, задания на развитие мелкой моторики, поделки. В серии книг развивашка, в серии книг стихи и загадки есть такие задания, где нужно, например, сделать аппликацию или сделать игрушки по выкройке, что поможет запомнить новые слова, например, cat или пикок и, соответственно, усвоить материал надежно и крепко. Рифмовки, причем рифмовки с движениями. Смотрите, давайте разберем. Перед нами с вами две рифмовки. Первая – это рифмовка, которая знакомит со словом. Вторая – это загадка, которая помогает проверить то слово, которое должно было быть изучено. Итак, давайте посмотрим. Сено целый день жует. Что можно? Сразу можно предложить им немножко покривляться, показать, как жует лошадь сено во время этого стихотворения. То есть сено целый день жует, пожевали. И гу-го она поет. Ну, тут, само собой, можно еще и руки к рту приложить, что типа погромче и гу-го пропеть. Причешу ей грибу гладко. Показали, как мы бы ей причесывали грибу. Как мила моя лошадка. Ну, допустим, улыбнулись. Дам ей яблоко, овес. Допустим, в правой руке яблоко, в левой руке ведро со в сонтак. Так, выпадами показали по-английски лошадь-хоз. Ну, и, допустим, поклонились. Да, чтобы, о, вот это вот показать, что длинный звук. Все, пожалуйста, вот нам рифмовка с имитационными движениями, которые мы можем использовать, которые очень хорошо будет работать. Дальше. Скачет быстро, что есть мочи. Допустим, мы немножко поскакали. Поскорее домчаться хочет. Еще побыстрее поскакали. На ветру развивается и гриба. На ветру и хвост. Показали, как хвост мог бы развиваться и гриба. За головой показали, как все это будет развиваться. В санках едет Дед Мороз. Допустим, взяли вожжи и показали, как можно править санями. Мчит его к детишкам хоз. И опять поклонились. Вот так очень хорошо запоминаются новые слова, запоминаются рифмовки. И непоседливый ребенок при этом не отвлекается на что-то другое. Например, для того, чтобы подергать за косички свою одногруппницу. Точно так же такие рифмовки с движением можно использовать и в других книгах. Допустим, стихи и загадки о цветах. Либо показывать этот цвет в классе на каждую строчку, чтобы запомнить. И все. Тогда новые слова будут очень хорошо запоминаться. Опять-таки, игры с движениями. Чем не игра? Допустим, назвали одного из своих учеников и сказали, ты сегодня будешь показывать лебедям. Изучаем слово swim. По книге первые английские слова, на которые сегодня будет дан промокод со скидкой. В данном случае я умею. Итак, swan can swim. Значит, тот, кто лебедь, показывает, или игрушку взять еще лучше будет. Показываем, как игрушка умеет быстро плавать. I can swim too. Показываем на себя и показываем, что мы тоже умеем плавать. Допустим, руками разводим, как будто плаваем. But swan can swim. Very fast. И показываем, что лебедь плавает намного быстрее. Либо на игрушке, либо на выбранном ученике. Вот вам, пожалуйста, можно назвать это игрой из движения. Можно назвать рифмовкой из движения. В любом случае это очень хорошо будет работать. Игровые задания. В 12 шагах к английскому языку четвертые, седьмые, либо девятые задания всегда игровые. Они помогают запомнить только что изученный материал и ввести его в активную лексику. Давайте посмотрим на примере из первой книги из 12 шагов на задание 4. Что же требуется в такой игре? Игра в задании называется «Выполни задание и скажи». Do and say. Давайте я вам прочитаю. Итак, открыв методические рекомендации, мы сразу видим, что игровое задание пантомима «Еда». Первый ведущий, взрослый, выходит в центр комнаты и жестом показывает, какое блюдо он ест. Яйцо, бутерброд, суп, яблоко или пьет чай. Попросите детей догадаться о том, какое действие совершает ведущий. Предложите ребенку комментировать свои действия фразы. I like an egg, a sandwich, soup, an apple tea. Тот, кто догадается и назвал продукт правильно, становится ведущим в игре. Вот, пожалуйста, у нас сразу запоминаются нужные фразы, нужные слова, они тут же вводятся в речь. И при этом гиперактивный ребенок, поскольку это игра, будет какое-то время занят учебной деятельностью, а не какими-то своими делами. Также утром коллеги говорили, что очень важно, чтобы у гиперактивного ребенка все время были заняты руки, поэтому он может перебирать бусы, можно ему давать, можно рассыпать эти бусы. В общем, куча разных вариантов, еще некоторые подскажу в ходе вебинара. Еще одно игровое задание для нас в шагах к английскому языку в третьей части, также четвертое, но игра будет уже совершенно другая. Давайте посмотрим, что же в ней требуется. Итак, игровое задание одежды для кукол. Попросите детей раскратить одежду, а затем соедините изображение мальчика и девочки с рисунками одежды. Напомните детям название одежды, address, jeans, a hat, a shirt. Пусть они назовут выбранные наряды по-английски. Вот так можно тоже очень хорошо поработать с гиперактивными учащимися, и в принципе и всем будет интересно в группе выполнять такое задание. И повторить изученные слова, ввести их в активную речь. Как работать с непоседанными, какие еще советы можно предложить. Дайте возможность потрогать, что-то построить. Им важно не только размышлять и говорить, но и что-то сделать. То есть им можно дать, например, если они сильно отвлекают других учащихся на какое-то время, дать мишку и сказать, что он все время падает, подержи его, пожалуйста, для того, чтобы он не упал. Мне это очень важно. Скорее всего, 5 минут он будет очень ответственно выполнять это задание. Давайте инструкции к заданиям очень четко, ясно и кратко, чтобы он не успел отвлечься и услышал задание полностью. Если вы сомневаетесь в том, что он вас услышал, можно попросить его повторить это задание. И, соответственно, все будет хорошо. Вот Нелла пишет. Можно предложить показать на себе одежду. Да, это тоже будет очень интересный экран, если он будет показывать на себе одежду и называть ее. Покажи, расскажи то, в чем ты сегодня одет. Почему бы и нет? Если чувствуете, что непоседы чего-то не поняли, задайте им наводящие вопросы или попросите, как я говорил, повторить задание. Если ребенок понял задание, не исправляйте их, пока они не закончат выполнение. То есть, поправление ошибок в ходе выполнения задания до того, как он вам его представит, не придет к успеху, поскольку он либо вас не услышит, либо бросит выполнять это задание. А оценивая сперва, хвалите. То есть, в любом случае, что-то уж явно было правильно, и за это можно похвалить или, как минимум, сказать, что, ой, молодец, ты сегодня очень стараешься. Просто рвешься изо всех сил, даже если он этого сильно не делает. Показывайте, как исправить ошибки, не акцентируйте на них внимание. То есть, ему важно показать не то, что он сделал ошибку, а как ее можно исправить. Показать модель того, как нужно делать верно. И тогда, скорее всего, он за это ухватится, поскольку обычные поседы всегда хотят быть первыми. И примет ваше знание с удовольствием и будет потом их все делать уже правильно. Итак, работа с тактильными ощущениями. Это тоже очень важный момент, когда мы даем все время что-то потрогать, что-то пощупать, перебрать или пересчитать. Например, изучаем цифру 4 в книге «Первые английские слова. Учимся считать». В книге уже сразу заложены такие вещи. Допустим, нам нужно обвести пальчиком цифру 4. Затем в третьем задании нам нужно пальцем обвести буквы в слове «фо». А также можно либо загибать пальцы, посчитав до 4, либо взять реальные огурцы из дома и дать возможность пересчитать их. Либо у вас есть какой-то набор искусственных этих огурцев. Навряд ли, ну, всяко может быть. Либо взять какие-то деревянные палочки, сказать, что это огурцы, давайте их пересчитаем. И, соответственно, поработать с ними. Для них это очень важно, они очень к тактильным ощущениям чувствительны. Поэтому нужно, конечно же, это использовать. Какие особенности восприятия информации, о которых мы начали говорить, можно выделить? Как отмечают психологи, умство и деятельность непосед характеризуются цикличностью. То есть продуктивная работа у них происходит от 5 до 15 минут. А затем происходит фаза отдыха от умственной деятельности в течение 3-7 минут. И как раз в этот момент они начинают дергать себя за косички, хлопать крышкой от парты, у кого еще такие остались. Или же начинают качаться на стуле. В общем, им нужно отвлечься, и они пытаются это разными способами сделать. Дайте в таком случае им взять паузу. Дайте им другое задание отдельное, чтобы они переключились, повуполняли его. И даже неважно, выполнит он его до конца или нет. Особенно на первых парах. Самое главное, чтобы после этого он включился в основную, он или она, гиперактивные девочки тоже бывают, включились в активную деятельность на уроке. Такими заданиями могут быть, например, из серии книг «Развивашка птицы», пазл, который вы предварительно разрезали, он у вас наготове. Вы дали это на такое задание своему гиперактивному непоседливому ребенку, и он его уже выполняет. Если выполнил правильно, то, конечно же, похвалите. Если нет, скажите, где что было неправильно, и параллельно показываете, как все это поправляется, после этого все равно, конечно же, нужно их похвалить. Также можно использовать ресурсы поделок. Допустим, в этот день плохая погода. Кстати, в ГОСДО говорит о том, что занятия нужно строить по индивидуальной траектории. Вы видите, что учащийся совершенно не настроен на работу сегодня, и, соответственно, вы можете предложить ему или ей выполнить задание, где нужно сделать поделку. Почему бы и нет? Пускай выполняет и, собственно говоря, занимается учебной деятельностью, чем он будет все занятие, и так не очень длинное, отвлекать всех остальных. В конце можно попросить его, допустим, если это елочка из серии книг к празднику Новый год, назвать эту елку по-английски, или выполнить какое-то еще легкое задание, если он успевает, вместе со всеми в классе. Ведь самое главное при работе в дошкольном учреждении к гиперактивным детьми мучить учиться их, привить тягу к знаниям, интерес к этому, немножко постараться компенсировать вот эти вот проблемы с восприятием информации. Можно изготовить поделку к 8 марта. Опять-таки, вот только недавно было, допустим, у вас какой-то такой ребенок сильно стал шуметь, сильно стал, ну, у него наступила вот эта вот фаза отдыха от умственной деятельности, пускай вырежет поделку, разовьется мелкая моторика. После этого можно назвать цвета, которые есть на этой поделке, либо еще что-то по теме, цифру назвать какая, посчитать до 8. То есть, все равно он будет вовлечен в итоге в учебную деятельность. А какие у вас есть помощники при работе с непоседами? Это игрушки, это могут быть пальчевые игрушки, это могут быть мягкие игрушки, да какие угодно. Карточки с картинками, которые тоже помогают задействовать визуальное восприятие информации. Какой-то раздаточный материал. Это позволяет дольше удерживать внимание и сдерживать чрезмерную активность. И опять-таки развивается мелкая моторика, которой обычно не хватает непоседливым ребятам. Итак, можно использовать карточки игрушки из серии книг «12 шагов к английскому языку», где есть карточки главных героев, которые размером аккуратно ложатся хорошо в ладонь. Также карточки есть к ряду заданий в учебнике, как работать с ними, как я уже показывал. Все написано в методических рекомендациях прямо в книге. То есть, очень много у нас есть с вами возможностей для того, чтобы пассивные учащиеся были вовлечены в учебную деятельность. Также таким раздаточным материалом может быть опять-таки поделка, как показано из серии книг «Развивашка игрушки», где нужно сделать аппликацию. Потом они могут совершенно замечательно принести домой. И будем надеяться, родители похвалят его. И это, опять-таки, настроит их на занятия, на удачную, хорошую, продуктивную работу на ваших занятиях. В стихах и загадках о подводных жителях можно найти, например, вот такую выкроеку для игрушки, где нужно вырезать кита. И, например, если уж совсем плохо себя ведет, можно предложить ему вырезать такую игрушку и сказать, что она будет очень нужна в конце занятия. И он должен обязательно успеть ее очень хорошо и аккуратно вырезать для того, чтобы помочь провести занятие хорошо. Что все ждут от него хорошо разрисованной, аккуратно вырезанной поделки в виде такой игрушки кита. А раздаточный материал, карточки, тоже очень хорошо могут использоваться. Например, такие, как в стихах и загадках о птице, где нужно разрезать эти карточки, разрезать название этих птиц и перемешать. После этого предложите такому непоседе собрать правильно название этих птиц. Причем назовите это заданием в игровой форме, что все эти птицы забыли, как они называются. По-английски от этого очень сильно расстраиваются. И поэтому ты должен им помочь вспомнить, как их называют в Англии. Помоги, пожалуйста, птицам. Скорее всего, гиперактивный ребенок после этого выполнит задание на ура. Работа с карточками, как я говорил, ведется и в 12 шагах к английскому языку. Например, упражнение 7, где нужно поиграть в игру с карточками. И давайте я вам прочитаю, собственно говоря, что требуется в данной игре. Заранее подготовьте карточки с картинками к занятию 9. Покажите картинки детям, называя их по-английски. Затем разложите карточки в разные места в комнате. По очереди попросите детей принести определенную карточку. Например, bring me an apple. После этого, как дети помогут вам собрать все карточки, поиграйте с ними в прятки. Переверните карточки изображения вниз. Каждый раз называем изображение. Например, eat an apple, а он достал яйцо. Тогда по очереди попросите детей вспомнить, где лежит нужная вам карточка. Перевернуть ее, показать всем и сказать. Eat an apple. Подтвердите выбор ребенка и скажите. Yes, well done. It is an apple. Если ребенок открыл карточку неправильно, спросите у него. Is it an apple? Он должен ответить. No, it is egg. И снова попросите детей найти спрятавшийся предмет. Вот так можно очень хорошо ввести изученные слова в активную лексику. И при этом в игре научить концентрировать внимание гиперактивного ребенка на нужном вам материале. И, собственно говоря, сделать так, чтобы он не выпадал из вашего занятия. Работу продуктивную. Опять-таки, нужно использовать возможности памяти, поскольку у непоседливых детей отмечают, что у очень хорошей памяти они могут запомнить очень-очень много информации. Для этого создавайте целостный образ слова с использованием. Зрительных ощущений, когда вы показываете карточки. Слуховых ощущений, когда вы эту карточку озвучиваете, что нам не нарисовано. Мышечных ощущений и тактильных ощущений, когда они могут либо это потрогать, либо для закрепления сделать какой-то жест или сделать два хлопка, например. И важно, чтобы инструкции, конечно же, должны были быть четкими, ясными и краткими. Еще раз напомню об этом, чтобы им не было сложно ориентироваться в правилах вашего задания. Для этого нам на помощь приходят алфавитные карточки, в которых помимо алфавита рассказывается много-много разных слов. Допустим, an apple, a banana и много различных других. Кстати, на слова яблока, банан есть еще и песни для нас шага к английскому языку, которые тоже можно использовать в эти карточки. Можно использовать алфавитные карточки и на русском языке. И самое приятное, что и в тех, и в других алфавитных карточках есть еще описание пяти или семи игр. Например, там, где нужно, вынимая их в хаотичном порядке карточки, сочинять историю. Мы, например, с коллегами на мини-мастер-классах, на семинарах пробуем такие истории сочинить. У кого-то очень даже хорошо получается. Понимая, что эти истории будут слегка юмористические. Допустим, дед сидит на ките, смотрит на дерево. Но, тем не менее, это очень хорошо развивает русскую речь, помогает запомнить слова. И такие задания очень нравятся гиперактивным учащимся. Что можно выделить в итоге? В итоге можно сказать, что нужно обязательно строго структурировать занятия. Обязательно должен быть менее экспрессивный стиль поведения педагога. То есть, если с пассивными учащимися мы все время стараемся их как-то растормошить, то тут нам нужно их, непоседливых ребят, остудить. Важно готовить непосед к школе. Даже небольшой запас знаний пригодится им в школе. То есть, самая главная наша задача, как и говорит гос дошкольного образования, и говорит жизненный опыт, научить учиться, научить воспринимать информацию, научить заниматься все занятие полноценно, не попадая из него. И если вы проведете эту работу очень успешно, я думаю, коллеги из школы будут вам очень и очень благодарны, потому что им 11 лет работать с этими учащимися. Коллеги, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Как ты то ли быстро говорил, потому что утром мы общались в течение практически часа, то ли потому что не было комментариев и идей от вас. Но как-то мы очень уж быстро сегодня прошли весь материал, который я хотел вам рассказать. Вот, если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пока расскажу про промо-код. Я думаю, что это такая приятная вещь, которую всем захочется услышать и воспользоваться. Итак, сегодня промо-код у нас на книге Алексея Васильевича Канабеева. Первая серия «Первые английские слова». Как, собственно говоря, получить скидку? Нужно написать на почту shopsobakatitle.ru. В теме письма написать, собственно говоря, вот этот промо-код CONSEE. Код действует до 12 марта 23.59 по московскому времени. В письме нужно обязательно написать, какие именно из участвующих книг в акции вы хотите приобрести. Их 7. Почтовый адрес полностью и фамилию, имя, отчество. После этого вам будет выставлен счет, и вы сможете оплатить. И книги придут вам в Почте России. С 10% скидкой. Обычно, чаще всего, это получается, ну, как минимум, окупать доставку. Что тоже очень приятно. Я надеюсь, вам очень понравилось, поскольку нет вопросов. Видимо, очень ясно изложил все мысли. Выкладываю вам код для скачения сертификата. Поскольку код для сертификата вещь знакомая, еще какое-то время повисит на, собственно говоря, вот этот слайд, а потом мы переключим на то, как получить сертификат, если кто-то у нас сегодня в первый раз. А, и поскольку у нас есть сегодня коллеги из Крыма, хочу сказать еще раз приятную новость, то, что теперь в нашем интернет-магазине, соответственно, по этому промо-коду можно получать заказы и у вас. Спасибо. 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 . Спасибо. . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...